А перед началом этого ролика рекомендую вам подписаться на мою группу по продаже аккаунтов, ведь скоро здесь будет отличный просто розыгрыш, просто сочнейший, здесь можно будет получить халявно привилегию, там кит, скидочку, что-то такое, и это все полностью бесплатно, все что вам нужно это нажать лайк, допустим там репост, подписаться куда-то и все, так что советую включить уведомления, подписаться и все будет круто и вы будете иметь такой огромный шанс просто бесплатно получить какую-то привилегию. Также мы стали продавать киты по очень приятным ценам, так что если вы хотите купить себе топовый кит по дешевой цене, то есть не собирать себе кит по ценам Санрайза, а намного дешевле, то вам к нам в группу. Итак, всем здорово народ, с вами снова Агодзилка, думаю много кто знает про чит Дэдкод, много кто с ним играет, а те кто не играют и не знают, после этого ролика обязательно захотят, поэтому сегодня у меня обзор чита Дэдкода и мы начинаем. Итак, продолжить наш обзор, хочу с общего понятия о чте, этот чит отлично работает на Forge версии, потому что он идет только на Forge версию, сам чит является считайте авто инжект длл, поэтому он имеет и формат экзе, я считаю что это примерно так происходит. Все что вам нужно это запустить Майнкрафт на версии Forge Optifine 1.12.2, на нужном лаунчере, который вам выдадут и вы его спокойно скачаете, лаунчер и сам чит идет максимально без вирусов, ничего там такого нет, антивирус вообще на это не агрится в плане Windows Defender. Все это отлично работает, все инжектится и вы можете спокойно брать и что делать, конечно же играть с модами. Насчет уникальной консоли, через консоль делаются бинды, все бинды идут только через консоль, допустим бинт YKeloura, прописываем и вот у меня на YKeloura. Если мне нужно забинить что-то в чате, а у меня нет макрокея, то есть если у вас за это уже был макрокей и со всеми вам удобными и нужными биндами, то советую просто юзать макрокей, продолжать юзать, потому что вы только больше потратите времени, потому что смысл вы забинете и в макрокее и здесь. Если у вас нет и не было макрокея, то заморачиваться его, скачивать, устанавливать, настраивать, это я не вижу смысла, тогда вам помогает дедкод, он имеет возможность прописать допустим вот так, бинд B say slash RTP. Нажимаю B, меня тэпает на RTP, еще у меня забинжен лонжером. Если я хочу это все убрать, то я прописываю бинды remove say. Также я могу, я это должен прописать сюда, бинды remove say, все, теперь я нажимаю на B, у меня только лонжером. Это очень приятно, это очень прикольно, круто и отлично. Что еще? Также вы можете забиндить любую команду в чат, допустим там helper expect, что угодно, это все тоже делается через это, вы просто прописываете бинд B say, и допустим там, да, опять же, help, help, ой, helper expect. Все, и теперь когда я нажимаю B, как видим мне пишут, что нужно провести 60 минут, ну то есть это все отправляется в чат и все отлично работает. Так, открываю консоль, remove вот это вот все и все. И кстати, консоли чат объединены, то есть если вы нажимаете на стрелочку, то команды и там и там листаются одни и те же. Да, окей, продолжим функциями. Есть интересная функция для река читеров, это она идет, она называется sleep, то есть я вот так врубаю и все, и я считаю тебе щитов. То есть начнем с того, что у меня здесь моды, у меня здесь это, подозрения сразу могут отпадать и просто у меня нет никаких функций, все отрубается, все, и фулл читов нету. Я вот так могу бегать, у меня даже авто, а, авто спринта нет, потому что у меня голод, ну да, сейчас придется голод восполнить. Вот, то есть как видим, все работает, вот я нажимаю на бинд со спайдером, у меня не получается, да, никакие бинды, ничего не работает, все отрубается, все работает очень круто. А, у меня еще дух, ой, боже мой. Да, inventory moves, кстати, работает, работает, иногда, нет, вы можете врубать jesus и можете врубать фрикам, все, и то фрикам вы не сможете летать. Это все, что работает во время слипа, но я не думал, что кто-то будет специально брать и врубать это все. Да, окей, это вот так работает, и если у вас слип забинжен, то вы просто нажимаете эту же клавишу и все, и вы берете вот так вот, и теперь вы, извиняюсь, извините, то есть. И теперь вы обратно играете с читом, вы, допустим, вырубили, зарекали и обратно врубили, это очень круто выполнено, очень круто сделано и довольно-таки приятно. Обойдемся по функционалу, то есть пройдемся, имеем здесь очень много всяких визуалов интересных, я большинство не вязаю, потому что это сделано, знаете, там, ну, по пендриваться, типа, вот у меня мечик крутится, вот у меня то сделано, вот у меня то сделано, я играю без этого. Но если вам это надо, если вам это интересно, вы можете спокойно повязать. Если что, обновки в чте делаются регулярно, и они все довольно-таки качественные, так что насчет этого можете даже и не переживать. Перейдем к комбату, имеется киллаура, шелт-дестройер. Ага. Ай, блин, у него был, ну, ладно. Ээээ, нт-нт. Ммм, имеется киллаура, шелт-дестройер, антибот можно не включать. Объясняю почему, потому что у нас наразе нет ботов, и это не имеет никакого смысла. Эээ, в комбате больше ничего такого нет. Есть, конечно же, автобаф. Эээ, автобаф вам помогает бафаться на волморе, то есть то, что я говорил, когда вам дают тотем, эээ, чит автоматически бафается за вас. Вы можете это настроить, чтобы это все было максимально быстро, то есть на 13, эээ, на 13 это легит, а на 1 это будет максимально быстро. Может за это будет и кикать, но, по крайней мере, если за это не будет кикать, то это будет моментально, и если вам дадут тотем, вы моментально бафнетесь и начнете биться. И у вас будет преимущество на дорогом. Автодебаф, это то же самое, что автобаф, только он дебафает ваших врагов плохими зельями. Таргет стрейф я вообще не использую сам по себе, но он здесь тоже присутствует, если вы любите играть с таргет стрейфом, то советую его использовать. Автотодем выполнен довольно-таки шикарно, если у вас меньше указанного хп, он берет тотем, как только у вас становится больше указанного хп, он тотем убирает и ставит обратно ту вещь, которая у вас до этого была в руках. Это мне очень понравилось, это довольно-таки круто сделано, за это определенно лайк. Имеется прикольный худ, шифровка, типа шифруются такие буковки, это тоже приятно. Насчет мувмента, имеется вот такой вот джесус, по джесусу вопросов нет, ватерлиф имеется. Ватерлиф это у меня на сколько? На 8, но если вы хотите мощный ватерлиф, то ставьте на 15. Это может быть на 16, 17, 18, можно поклацать. Я врубил на 16 и мне этого достаточно, потому что, как мы видим, я очень быстро взлетаю вверх и очень высоко, если что, я взлетел на 500 блоков. Это работает. Насчет ватерспида, без невесомки он будет работать очень плохо, поэтому будьте осторожны. А, у меня, я думал, у меня скорка, а здесь у меня еще и скорки нет. Поэтому советую ставить галочку only speed potion, потому что по-другому он не должен работать. Может будет работать, если у вас там что-то это. Так же работает лунджамп, но у меня он что-то перестал работать, он то работает, то нет. Но чуть позже в пвп моментах вы увидите, что он у меня заработал, оказывается. То есть, как видим, вот, меня должно тэпать, меня не тэпает. Но, когда меня бил чел, я был под огнем, он спокойно работал. Так что да. Насчет функции speed, сейчас мы посмотрим. Да, функция speed здесь тоже выполнена отлично. То есть, как видим, я намного быстрее. Да, я, кстати, наверное, вот так вот делаю. Вот так вот. Все, теперь вот так. Как видим, я немножко ускоряюсь, да, и вот меня начало локбечить. Из-за того, что я прям долго это делал. Так, ага, я на беду бинт. Да, если что, бинт еще можно вот так, а чтобы удалить этот бинт, нужно нажать delete. Есть еще есть пару модов, да, это raflan mod. Это тоже raflan mod. Но и остается, по сути, только матрикс, который меня стал тэпать, да. Со speed'ами проблем, как я понимаю, в каждом клиенте, что поначалу, пока вас не детектят античит, он работает отлично. Как только вас начинает детектить, сразу начинается detect. Да, видите, я взлетаю на 500 блоков. Можно включить на 8 ватерлиф, и все, и вы будете ливать 100%. Но я считаю, это максимально высоко и максимально нормально. Окей, дальше идем в плеер, таймер, телепорт. Очень важная функция, очень важная функция в геймплее Sunrider'а и вообще любого майнкрафтера, который играет в мультиплеер. Как она работает? Я, наверное, разобьюсь в этой трапке, но... Ах, я, наверное, разобьюсь. Ну, короче, вот так. Вот так. Здесь, допустим, побились, забежали, пробежали и обратно так, оп, и возвращаетесь. Это телепорт бэк, считаете? Нет, не телепорт бэк, телепорт бэк это лифт кт. А это, считайте, просто, как сказать? Это как бы функция, чтобы зачекивать. Это как NoFall был в акрине, только здесь это телепорт. Он выполнен довольно-таки прикольно. Всё, что вам нужно, это врубить, вырубить и всё. Это максимально просто, максимально без заморочек. И я за это определённо ставлю лайк. Так, восполним себе сердечки. Могу это показать на спауне. То есть, вот я врубаю спайдер, который здесь тоже отлично работает. Вот мы залезли. Я врубаю телепорт, падаю вниз, могу побить этого. Могу вот подлутать что-то. Подлутал. Зажимаю, вырубаю, то есть, телепорт. Вот, да, и меня не тэпло странно, потому что я, наверное, очень много пролетел и... Ммм, да. Это потому что я не нужно так далеко делать. То есть, я вот так врубаю, вырубаю, вот сюда забегаю, вот здесь могу что-то скинуть. И ливаю обратно. Да, это работает вот так. Я аж до туда добежал. Я считаю, это нормально. Главное не переусердствовать. Я здесь случайно нажал клип. Так, вот я скидываю. Ливаю сюда. Теперь я прожимаю. Бегу сюда. Тварь. Делаю вот так. Забираю. Да, я еще могу прыгать. И нет, прыгать тоже не надо. Так что я просто сейчас затестил, надо прыгать или нет. Ваша задача просто залететь в трапку, добить, допустим. Это идеально происходит. Вы, допустим, залетаете. Вот здесь вот так добиваете. Ливаете обратно. Выбили резы. Тэпаетесь обратно. Забираете резы и тэпаетесь сюда. Это работает идеально. Выполнено круто. Ставлю определенно лайк. Да, больше здесь, но ничего такого нет. Антифол. Да, вот это вот все. Здесь есть автоацепт. Это прикольно. Ты автоматически все телепорты принимаешь, но от друзей. То есть, если... Смотрите-ка, это очень прикольно. Если вы добавляете тиммейта во френды, то вы... Вот это обязательно. Вы добавляете своего тиммейта во френды. Он кидает к вам телепорт. И просто вы берете постоянно его тэпаете. В тимплее, если вы играете в тиме, это максимально круто. Чтобы вы, допустим, брали и в последнюю секунду, знаете, вот так вот. Давай, кидай тэпэ. Ты вот так подходишь. Он уже тэпается. И ты сразу даешь кт. Это очень круто выполнено. Я считаю, это довольно-таки полезная функция. Слип, я уже рассказал про него, что я оп, нажимаю. Оп, и уже читай нет. Оп, нажимаю, и уже чит есть. Селф-дестракт, это, я так понимаю, это анлот. Да, а вот селф-дестракт, селф-дестракт, это самоуничтожение. Это фул отключает чит, что вы его и восстановить не сможете. В плане восстановить, восстановить, как сказать. Я не знаю, что точно будет, но, по сути, чит должен полностью прямовнуться без возврата. В плане, в текущей, в текущем открытом окне Майнкрафта. Дальше покажу вам лиф. И думаю, на этом фул обзор этого чита можно заканчивать. И перейти уже по моментам и всяким фан моментам, что случилось. Сейчас у меня пройдет водное дыхание. Объясняю, во время этого водного дыхания ваш персонаж не получает урона. От падения. Так, окей, я нажимаю. Ага, что-то меня тэпать перестало. Кстати, меня тэпал тэпало, а здесь не тэпает, смотрите-ка. Очень странно, давайте-ка зайдем на другой сервер. Потому что меня до этого отвечают, тэпало тэпало, а сейчас что-то перестало. Странно. Лив, походу, пофиксили. Но он, я вам отвечаю, он только работал. Я только заснял еще раз и сразу перестал работать. Вот, интересно, оно здесь сейчас у меня пройдет. Опять же, вот эта вот неуязвимость к падению. Ну и дальше по конфигу. Здесь ничего такого нет. Вот такой вот фулл обзор. Конечно, еще можно забиндить всякие аж-клипы. То есть, чтобы забиндить аж-клип, вы прописываете бинд, кнопка, аж-клип, аж-клип и столько, сколько вам надо. Допустим, и все. И теперь у вас работает аж-клип. Это тоже делается очень легко. Окей, нажимаю У. И да, и меня не тэпает. Что-то оно перестало тэпать. Я сам не знаю, не в курсе, не хочет. Наверное, только что взяли и пофиксили. Но это только что работало. Сейчас это что-то перестало работать. Даже не знаю, почему. Серьезно говорю, не знаю. Мискликнул. Ну и думаю, на этом устную, так сказать, часть можно закончить. И практическую, как угодно это можно назвать. Вот, все. Надо было перезайти. Как видим, я нажал. Мне нанесло урон от падения. И тэпнуло под мир. Все, теперь я нахожусь под миром. Да, все, теперь это работает. Да. Работает отлично. Все. Думаю, я вам все рассказал. Все показал. Визуалы. Вот это вот все. Это все круто. Консоль. Консоль открывается на намлок 1. Все работает очень круто. И теперь мы уже переходим к ВВП моментам. Погнали. Продолжение следует. Так, минус 1. Че-то пока легкое. Да, какая-то говно-трапка. Угу. Ну ладно. И какой-то этот... А, и сразу лифт, да. Но здесь без шансов. Я тогда вот так просто ливаю и все. Да, ладно. Сюда так ливаем и здесь должна быть вагонетка на нас. Поэтому мы вот здесь склепаемся и все. А как попасть? А я даже... Ай, ну это больно. Зарядов не должно быть много. Ай, ну это больно. Все, кончились. Изи. Фулл додж. Убил, убил. Окей. Вот сейчас было найс. Вот сейчас мне понравилось. Сейчас главное ливнуть. Я не ливнул. Я не ливнул. Мне плохо. Он открыл. Он открыл. Смотрите. Смотрите. Он сейчас оттуда скидывает. Да, если что, я с челом как-то вышла. Одним утром, когда я болел, я не пошел в школу. Я пошел в дискорд с челом. И этот чел мне... Он был на этом варпе. Он здесь... Ой, как хорошо. Короче, объясняю. Был варп. Была школа. Я немножко болел. И в то время, как я болел, я решил пойти в ДС с каким-то рандомным челом. И он был овнером этого варпа. И в итоге так получилось, что он мне говорил, что вот, залети на варп. Ты здесь умрешь. Мы здесь всех убиваем. Ну, короче, я бы умер, конечно, но на лакичах. Чисто на лакичах. Но все же мы подняли немного. Тотемы, это не важно. Главное, что мы рез сохранили. Так что, да, окей. Погнали дальше. Так, здесь я озвучиваю все поверху. То есть, уже озвучиваю во время монтажа. Так что, это выглядело примерно так. Так, все, залетаю в энд. Вот, вижу его, бегу. Кидаю перку в него. А он кидает перку дальше. Я такой, думаю, ну ничего страшного. Съел яблочко, а не стейк, потому что могу себе позволить. Бегу, бегу, бегу. Бегу. Оп, таймер застопил. Думаю, блин. А потом хочу себе забустить через лонджамп. Я включил лонджамп, а что-то не получилось забустить. Вот его застопило. Даю ему КТ. Понимаю, чуть не падаю в трапку, но он падает в трапку. Я забываю выключить лонджамп, поэтому прыгаю. И меня немножко бустить вперед. Но в итоге он меня жмет третьими моменталками. Не попадает. И я его убиваю. Да, отлично. Теперь следующий момент. Здесь у меня руна силы может сейчас выпасть мне. Если я убью этого чела. Ну, как вы понимаете, если я вставил, я его убью. Так, что здесь происходит? Здесь я бьюсь, бьюсь, бьюсь. Он меня вот бьет. Я понимаю, что он в невыгодной ситуации вообще. Что он застрял, он в трапке. И сейчас я его могу убить. Анализирую ситуацию. Беру в руки лук. И просто беру и жму его с моменталок. Здесь я боюсь, что меня кикнет завелось, потому что я под огнестойкой. Не знаю, кикает или нет, но меня очень часто кикало до этого. Не знаю, может пофиксили это в даткоде, может нет. Но я падаю за ним. Понимаю, что у меня урона мало. В итоге бью его, жму. Вот так впадаю. Вот так вот смотрю. Вот так пытаюсь кликнуться. Немножко паникую. Прожимаю просто все функции, что знаю. И вот так вот чекаю инвент. Такой. Вау, руна. Опачки. Опачки, это был нежданчик, типа. Опачки. Опачки, это тоже нежданчик. Да, эмоций, конечно, не так уж и много, как хотелось бы, но все же... Мы все же делаем, что делаем. И мы довольно-таки нормально... А, найс, чел. Жадный. Жадность погубила. Так, ну мы немножко здесь подлутали. В плане, я все, конечно же, не заберу. Ведь это Unreal. Но, по надеяться, что еще какой-то алмазник залетит. Ну, мне кажется, нет. Ну ладно, ну мы счет подняли с одной силки ворка. Но это слишком жестко. Этот баф, если его выбивать бесплатно, я считаю, это определенно стоит. Стоит их дюпать, фармить определенно. Ну, а в конце этого ролика хочу вам сказать, что ссылка на группу данного чита будет в описании. И промокод, который вам даст скидку на данный чит, это будет Годзилка. Он даст вам 10% скидку. Так что да, вот так вот. Можете купить чит по ссылочке в описании. С вами был я, Годзилка. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока.